Добрый день Виктор. Привет. Хочешь попробовать резину с алмазом для чего ты хочешь попробовать? Для заточки, качественной заточки ножей. Ничего не понимаю, что это за ножик? Керамический попробую заточить. И каким зерном ты хочешь его попробовать? Сейчас мелким. Я еще керамический не пытался точить ножи. Ты думаешь алмаз его легко возьмет? Конечно, алмаз-то возьмет. Тогда в чем проблема? Не знаю, как угол угадать. Здесь угол как выставить. Крупным не хочется зерно, а мелким, если не попадешь, то это будешь точить пол дня. Ну что ж, попытка делать святое. А потом боюсь, что керамика, если в крупном точить, она будет выкрашиваться. Так что попробуем мелким. Сейчас есть... Это же эксперимент. Есть один очень умный способ, как определить угол. Ух ты! Это секретная информация? Очень. Берем режущую кромочку и по ней проводим. По всей длине прямо? Ну, желательно. А фломастер, который вода не смывает? Ну да. Ух ты! Так. И сейчас будем смотреть, где берет, а где не берет. И будем менять угол. Угу. Дедовский метод. Не знаю, насколько он дедовский. Так. Поднимать надо. Не вижу что-то. А у тебя же есть волшебное. Да. Угол маловато будет. Решил увеличить угол так, да? Да. Здесь угол был тупой. Стоит чем 36 градусов. Угу. 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 В Rumor. Че ещё что ли? Угол тупее. Это что-то переборчики. Ну ладно. Угу. 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 Да, да, получилось? Сейчас померим. То есть вообще так колумб будет? Или как? Тут только режущую кромку надо заточить. Все остальное. Мало. Что еще мало? И давай, Горс. Ну, не жалко. Нет, все равно до режущей кромки не попало. Посередки не было. Вот. Ближе к истине. Теперь чуть-чуть опустить. Ближе к истине. Вот так. Попробуем испортить нож. Там есть зазубринки, но я их не буду выводить. Просто попробуем сейчас, как можно бы вообще уточить в керамическом ножи. То есть, если бы ты взял сейчас какой-нибудь 125 на 100, ты мог сколоть, да? Я правильно тебе понял? Это вся бы кромка была бы покрошена. Угу. Это не металл. Металл тянется, а эта вещь хрупкая. Угу. Так это значит, в первый раз ты так решил сделать, да? Да, я вовсе первый раз керамический нож точил. Нет. Я никогда не точил. Как ты думаешь, людям это будет полезно? Ну, что, керамические ножи-то много у кого есть. А их, если затупываются, их просто выбрасывают. А есть хорошие ножи, которые дорогие. Их жалко выбрасывать. Ну, вот этот нож у меня где-то года два. Может быть, даже три. Но им, правда, резали только хлеб. Кроме хлеба ничего. И то он сейчас уже газету не резал. Сейчас попытался на газете его. Он газету просто рвал. Сейчас посмотрим, что с этим получится. И? Ну, зазубрины есть, но непонятно, то ли они были до того. Наверное, скорее всего, были. Я не посмотрел сразу. Истеришка могла сгорячая что-нибудь другое порезать? Ну, на хлебе там же тоже и пыль, и грязь всякая, чего только на нем не бывает. Кусок какой-нибудь попался абразива. Потом, если им резать несколько лет, это об воздух затупиться может. Если сто лет им махать. Ну, я здесь сейчас не буду выводить эти шкулы. Пусть будут просто попробовать, как он. А потом еще угол померяешь, да? Который в итоге получится, да? Да, это сейчас можно сразу показать. 20 градусов, 20,5 градусов. Ага. Значит, в итоге 41. Я правильно тебя понял? Да. Приблизительно такой тут и был угол. Ну, звук приятный. Шлифовка идет. Слышно, как снимает керамику. То есть резина с алмазом 7х5 пригодна для того, чтобы точить керамику без сколов. Я правильно тебя понял? Это еще не ясно. Я же пока просто пытаюсь в углы попасть. А что там получится и что неизвестно. Вот шлам идет от керамики белой. С того была черная шлама, а с этой идет керамическая. Ну, и сама тоже резиночка немножко подтачивается. Серьезно. Поэтому не белая шлама, а серая. Продолжение следует... заусенцев здесь нету правильно я тебя понял как нету вон их полно заусенцы а как же не на керамике не кира не заусенца с законом а закона но это видать осталось ночью шлифовочка так смотрится приличненько но это конечно для керамики о это вот и и и и и Продолжение следует... Общий план не делал, но точилки. Но это же секретная точилка. Нет, у меня не секретная. Да? Ты хочешь похвалиться? Ну, конечно. Это твоя личная разработка? Да, моя. Супер. Ну как, с миру по некке. У бедному заточной стадок. Ну что ж, я его весь отснял, Вить. Вот сейчас поработаем, чтобы люди увидели всю твою гениальность и простоту конструкции. Это моя гениальность. Давно-давно известная конструкция. Просто каждый делает то, как хочет и из чего хочет. Мелко-подъемный механизм сделан из старого советского микроскопа. Точность подачи, подъема и опускания – 2000 доли миллиметра. И теперь можно твой любимый тест? Можно, но хотя вряд ли он будет работать. Да погоди, давай все-таки попробуем. Да нет, чего там пробовать? А вдруг, а вдруг, как в волшебной сказке. Скрипнет дверь? Да. А вдруг не скрипнет? На тебе. Газетки кусочек. Помнею, или ты им мять не будешь? Не, не знаю. Ты просто ее порежешь? Попытаюсь. А-а-а! Не, 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 не. Надо точить как следует. Это приблизительно такой же он и был до заточки не резал. Не. Ну, тем не менее, хоть что-то получше. Ну, немножко лучше стал, чем был болтон тупее, значит. Да ладно, я упереду. Ну, самое главное, мы попробуем, что керамику резина с алмазом берет. Да. Резина 7х5, просто надо было чуть подольше и все. Я правильно тебя понял? Ну, да, может быть, там какой-нибудь 20х14 начать. 20х14, наверное, начать. А, вон, видишь, блестит от 7х5 режущая кромка. Видишь, нет? Конечно, вижу. Режущая кромка именно. Угу. Но есть сколы, тоже видно. Вот, вот так блестит, вот. Угу. То есть 7х5 здесь сработало. Да. Это керамика. Да, надо 20х14 сначала было, лучше будет. Убрать эти все сколы и спокойно уже точить. 80х60. Это вот это, у тебя их 8 штук. Да. И цена та же, 600 рублей. Да, все правильно. А вот это, которая 7х3. Вот тут. 7х5. 7х5. У тебя их 8, а цена такая же, да? Да, да, они все одинаково стоят. Ну, все, тогда ясно. Благодарю.